Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 5 мая. Видите, какая у нас погода? Ужасные черные облака. Вчера лил дождь, был штормовой ветер. Всю ночь вот эти вот теплицы, так вот, как бы сказать, их трепало, и они скрипели. Было даже слышно дома, как скрипят в огороде теплицы, как где-то все что-то хлопает, что-то падает, что-то летит. Я вчера показывала вот эти вам грядочки. Когда вышло утром, оказалось, что вот эти бетонные поребрики, на которые я всегда полагалась, их как пушинки вот так отбросила и пленку эту вырвала. Но я ночью уже, конечно, не ходила, не проверяла, так что вот у нас вынужденно прошли испытания всесибирские сорта, вот которые я первые высадила, я показывала вам там. И где это Бетта, Пересорт, Чудо-Лентяя, там Демидов, Настенька, еще там какие-то, но я называла уже. Короче, они у нас сегодня тоже голышом провели ночь, 3 градуса. Вот в 7 утра было 3 градуса, днем ненамного изменится у нас температура. Также передают дождь, и будет всего 8-9 градусов, а вот следующая ночь вообще будет 2 градуса. Этих я, конечно, закрою сегодня сейчас. На улице темно, вообще так страшно. Я знаете, о чем подумала? Как говорят, что бойся желаний своих. Когда я поставила вот этот подогрев грунта, я все ходила и молилась. Хоть бы ранняя весна была, высажу сейчас, хоть бы было тепло и тепло. И вот высадила я в конце марта, и после этого, правда, была ранняя весна, было тепло, тепло и тепло. А тут 3 дня назад мы посадили картошку, и я посеяла морковку. Конечно, грунт увлажнило, но все равно такая жара, и земля высыхает быстро. И я ходила такая, приговаривала, хоть бы дождик пошел, а то морковка не взойдет. Хоть бы дождик пошел. Ну вот вам пошел дождик. Просто я не уточнила, что во время дождя должна быть хорошая такая, высокая температура, чтобы было тепло и дождь. Вот послала в космос неправильно запрос. Говорят же, что все наши пожелания, все мысли доходят до туда, туда-туда далеко. Послала запрос на дождик, пришел дождик. Но я не ожидала, что с таким холодом, замерзаем, 3 градуса, такого не было у нас в этом году еще. С 30 на 3 падать очень сложно. Сейчас я проверю во всех теплицах, какое здесь состояние. И кого-то интересует, например, можно ли высаживать, когда ночная 3 градуса, или можно ли высаживать, когда ночная 5, в необогреваемую теплицу. Вот как раз сейчас и проверим при таких температурах состояние томатов в необогреваемых теплицах. Но, к сожалению, у меня не во всех теплицах есть термометры. В этом году уже 2 я сломала за этот год нечаянно. И вот эта первая теплица, которая франкенштейна я называю, но я говорила, что она собрана из улетевшейся, и она вот вся вот в таких дырочках. Тут у нас самая низкая температура при понижении за бортом. Но вот посмотрев на томаты, я всегда, знаете, как проверяю, сейчас вам скажу, чтобы быть точно холодно томатом или нет, беру листик, как у детей проверяют температуру, губами к лобику, а я губами раз листик. Нет, не очень холодный. Значит, им не холодно. И зайдя в теплицу, я больше всего доверяю, конечно, своим ощущениям, даже если мне и градусники не нужны, зайдя вот в эту теплицу, я вижу, что у них здесь живым пахнет, тепло. Тут вот так вот стены плачут, значит, здесь намного теплее, чем за бортом где 3 градуса. Листики, поцеловала несколько листиков. Листики не холодные, они прохладненькие, но такая температура, как... Ну, вы понимаете, что когда холод, мы чувствуем, что когда холодные. Значит, даже в самой дырявой, в самой старой теплице при 3 градусах, томаты хорошо себя чувствуют. Но это вот, которая рассада стоит. Тут уже есть у меня высаженные. Вчера мне Катя помогала, мы здесь поливали, потому что, несмотря на то, что на улице дождина и холод, я Кате говорю, смеюсь, кто-нибудь сейчас посмотрел бы, что куда пошли. Да, поливать! Вокруг дождь льет, как из ведра, а мы идем поливать. А в теплицах-то высыхает все, все равно. И все томаты, вот, 3 плюс 3 сейчас на улице, чувствуют себя хорошо. Это вот самые последние высадки мои, ну, кроме новой. Они еще, видите, тут даже не все цветут, но уже большенькие. Вот в этой теплице, которая тоже без обогрева, но без дырок, не как у Франкенштейн, тут немного потеплее. И тут почему-то на ней, на томатах больше конденсата. Видите? Они все-все-все-все-все в капельках. Тут у меня и для открытого грунта еще подращиваются вот эти лотки. К сожалению, температуру точно не могу сказать, но зайдя в теплицу, все равно ощущаю, что здесь ни пара за рта не идет, ничего. Ну, такая температура приемлемая. Градусов 10, наверное. И если первая грядка, вот которую я показывала, она как бы самопроизвольно раскрылась, то есть у меня тут такие испытатели, которые я намерена же, я вам говорила, что не буду их закрывать. Но это видео не для слабонервных. Я сейчас прошлась, смотрите, 3 градуса на улице. Они мало того, что цветут, видите, они у меня завязывают плодики. У кого побольше плодик, у кого поменьше. Вот здесь вот, это, по-моему, челнок. Видите? Или челнок, или буян. Вот они, маленькие помидорки, которые вынуждены в таком холоде опыляться, завязывать плодики свои, плодоносить. Вот настоящие сибиряки, представьте. На улице 3 градуса, ну с плюсом, конечно. Но на их жизни это никак не отражается. У них идет все своим чередом. У них вот опали цветочки, которые цвели, завязались плодики. Я больше чем уверена, они не сбросят эти плодики. Если уж у них что завязалось, ну как, что родилось, то родилось. Сейчас еще к следующему подойду. Вот тоже интересно, какой-то плодик образовался. Я, кстати, два дня назад еще не видела. Видите? Это какой-то прям помидорный подвиг. Завязываются при 3 градусах и растут дальше себе. Если про уличных я говорила, что они совершают подвиг, там завязываются при таких неблагоприятных условиях, то у этих, конечно, самые комфортные условия. Не знаю почему, но видите, тут у них даже конденсата нет на листьях, как вот в предыдущей теплице, которая более холодная. И конденсата мало даже на тех рядах, которые крайние, которые ближе к улице. Почему у них теплее, я не знаю. Может быть, потому что тут больше вот эта масса листьев, они надышали больше, или не знаю, как-то сильнее она прогревается. Хотя прогреваться вчера было нечему. На улице было очень холодно и не было солнца. Не знаю почему, но факт остается фактом. Вот эти вот томаты, которые высажены рано, у которых уже висят большие помидоры, тут всего теплее. И они все сухонькие, даже нет капелек на них. После вчерашнего урагана яблоня почти лысая осталась. Вот смотрите, обтрепала не только цветочки, листики. Тут еще сломалось кое-что. После вчерашнего урагана у нас в огороде большие изменения. Я зашла посмотреть, как тут новоселы в новой теплице, в моей уральской легенде, чувствуют себя. Тут, кстати, тоже тепло, и тут тоже почему-то нет конденсата на них. Вот как в той теплице, в одной из теплиц. Хотя здесь тоже мы вчера поливали, и грунт влажный, казалось бы. Но вот факт остается фактом. Растения все сухие. Но вчера по этой же причине из-за штормового ветра даже не стали натягивать тент. Вот на чудо-теплицу сегодня натянем, наверное, ветра нет, потому что она предназначена именно у меня для ранней высадки. Вот ее можно было бы даже сегодня высадить, потому что укрытие будет плотное, и температура 3-4 градуса при закрытой вот такой вот тендовой ткани она не критична. И еще там был вопрос от зрителей, почему называется чудо-теплицей. Я вот сейчас, когда мы ее все сделаем, она будет в комплексе вся с покрытием, все я чуть подробно расскажу, потому что я же читала, ну, во-первых, тут чудо-теплица вот из-за нового вида вот этой ткани, укрытого полотна, что она такая и плотная, и дышащая одновременно, что там они не задыхаются, и как утепление. Я буду рассказывать подробно, сейчас в утреннем обзоре не буду, конечно, на это время тратить. Я вчера только рассказала, что мы все-таки дополнительно заикарили ее, и многие зрители тоже пишут, что лучше обезопасить себя. Вот видите, какие штормовые ветры у нас. Яблоня у нас сломала, и все укрытия унесло с грядок. Хочется, чтобы поставить, ну, как без... Ну, чтобы потом не расстраиваться, что ее унесет. Вот мы ее вчера прибили этими штырями, и теперь сегодня можно будет натянуть. И если мы успеем сегодня натянуть, я, может быть, сегодня или там в ближайшие дни уже высажу сюда томаты. Но, конечно, не хочется в такую холодную погоду высаживать. Я-то люблю, чтобы земля маленько прогрелась. Может быть, подожду дня два. Потому что у нас через два дня опять наступает теплый период, и опять у нас будет все хорошо. Правда, будет чуть поменьше яблочек, ну, ничего, нам хватит. У нас и так эти яблочки всегда остаются лишние. Но это такая наша жизнь. Я сильно... Многие, как говорят, ну, жалко яблоню, вы не расстраивайтесь, у нас один раз мыши сгрызли. Ну, что теперь? Всякое бывает. Ничего не бывает вечно. Я вот посадила... Была яблоня, феникс алтайский. Феникс алтайский. Как голден, как импортные, желтые, такие прям медовые. Очень вкусные. Но обгрызли мыши. Муж пытался, и прививки там через... Ну, короче, неважно. Два года с ней бился, и все равно она в очередную холодную зиму она не выдержала и погибла. Ну, что теперь погибла? Будем... Если сейчас вот эта совсем погибнет, будем новые садить. Яблоню всего-то вырастить, надо шесть лет подождать. Ничего, какие наши годы? Посадим новую. Пока будем эту кушать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Мы, если честно, замерзаем. Я сейчас вышла в шерстяных носках, то ходила в ночнушки утром в 7 утра. Мне кажется, даже птички меньше поют. Но и это мы переживем. И скоро взамен вот этим черным-черным тучам будет наше, как всегда вы привыкли видеть, у меня лазуревое, такое голубое небо. Но пока что просвета нет. Ой, вообще, нам обещают снег. С Новосибирска пишут, что снег, везде холодно. Ну, значит, будем ждать снега. Без испытаний наша жизнь неинтересна. Пресна. Кстати, вот в придомовой теплице она тоже необогреваемая. Я сейчас посмотрела. 10 градусов. И нет никакого конденсата, ничего. Так что я вот, ну, по своим теплицам проанализировала. Если на улице ночью 3-5 градусов, а днем хотя бы 10-11, то в необогреваемую теплицу можно высадить томаты. Ну, в крайнем случае, нужно иметь пленочки, чтобы прикрывать их. Вдруг следующая ночь, например, будет еще холоднее. Или в течение мая будет еще период, например, с 0 или с минус 1 градусом. Но 3 градуса, это не такая температура, чтобы бояться, что они замерзнут в теплице. Еще раз до свидания. Продолжение следует...